Вологодские журналисты Но с огнем справиться не удалось По словам пожарных, связано это с тем, что люди не знают, как пользоваться огнетушителем Жизнь огнетушителя начинается в цехе заправки Здесь его наполняют смесью в зависимости от типа Углекислотные огнетушители используются для тушения электроприборов, а порошковые горючих жидкостей Именно этот тип огнетушителей находится в каждом автомобиле Данный огнетушитель имеет объем заряда 3 кг Вес огнетушителя 8,5 кг Получается 11,5 кг Это уже в заряженном состоянии, вместе с корпусом и подключенной станцией На данный момент происходит переход из транспортного баллона Важна не только исправность огнетушителя, но и умение им правильно пользоваться Представители ВДПО рассказывают и показывают, как это правильно сделать Прежде чем применить огнетушитель, нужно его поднести к месту очага пожара Зачастую, особенно водители, когда тушат какой-то автомобиль, то есть не свой, а чужой Соответственно, хватают огнетушитель, выдергивают чеку и по дороге, когда бегут Соответственно, инстинктивно или за счет тяжести огнетушителя нажимается рукоятка и огнетушительный состав выходит Здесь всего 12 секунд, вот этот огнетушитель, заряд выходит за это время Поэтому очень важно правильно его применить, то есть поднести к месту очага пожара Затем, вот здесь тоже правильно нужно, если сжать обе рукоятки между собой, то чеку просто не выдернуть Поэтому здесь, взяв за одну из рукояток, свободно, видите, стопор свободно двигается Значит, выдернули чеку или стопор, и огнетушитель готов к работе И затем, значит, импульсивным движением, то есть неоднократным нажатием необходимо протушивать место очага пожара Соответственно, это время удлиняется за счет того, что нажали, отпустили То есть не весь порошок сразу, а уже тушение будет в течение, может, минуты, трех минут и так далее От теории переходим сразу к практике Опытный пожарный демонстрирует, как потушить возгорание дизельного топлива на все про все не более пяти секунд Как показывает практика, люди используются, скажем так, неэффективно данными огнетушителями По одной простой причине, по незнанию и отсутствию полностью опыта в использовании Допустим, при тушении легкого автомобиля, при загорании транспортного отсека То есть, соответственно, тушить при помощи двух человек Именно один держит капот, прикрывается как щитом, а второй, значит, непосредственно под капотное пространство тушит этим огнетушителем Если же нет такой возможности, то приходится, конечно, капот откидываешь и уже тушишь А никак не через радиатор, через моторную рамку радиатора защитную То есть, эффекта никакого не принесет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова